Всем привет дорогие друзья, с вами Таски и сегодня я вам покажу один очень-очень-очень интересный метод, как построить практически любой, ну то есть не то что любой винил, правильнее сказать, интересный винил, качественный на любую тачку, даже если у вас руки из жопы, даже если у вас нету фантазии, даже если у вас нету, не знаю, там, опыта в строении этих винилов, не знаю, из других игр, например. Например, я вот лично раньше занимался тем, что я в Forza Horizon 3 создавал всякие интересные винилы, например, для Nissan GTR и для, короче, винил для Nissan GTR и для Ferrari, 458 Италия в комплекте Rocket Bunny. Я сделал, короче, два винила и они собрали прям очень-очень много, очень большую популярность, поэтому я за каждый раз, когда мне кто-то, когда кто-то пользовался моим дизайном, я получал за это 500 кредитов. И поэтому я зарабатывал там по десятке тысяч только потому, что я создал когда-то дизайн, и поэтому даже если я сейчас зайду, то там будут, не знаю, там несколько тысяч, уж 100% будут накоплены, несколько десяток в тысячу. Поэтому, играя, и поэтому, когда добавили на CCD эту систему типа стикеров, я вспомнил один метод, который я раньше использовал. Я сейчас не говорю про Forza, потому что, ну, Forza я именно хотел привести пример как того, что я... Когда-то у меня был опыт, то есть у меня, в принципе, есть опыт, но это вот это вот говно, это говно, да, я согласен, ну, типа, если посмотреть отсюда, отсюда вот, то еще более-менее этот камуфляж, знаете, ну, типа, нормально, а так это говно. Ну, потому что я до сих пор учусь делать камуфляжи, я его сделаю, да, это 100%. Поэтому, короче, покажу вам сразу. Короче, я играл раньше в Need for Speed Pro Street, мой брат вообще ненавидел эту игру, я играл очень много в нее, поэтому мой брат постоянно пытался ее удалить, потому что он любил уличные гонки, я тоже, но все же там был... Это была, это превосходная система, вот, как по мне, вот в Need for Speed Pro Street, там одна из самых лучших систем винилов, создания винилов, поэтому я вспомнил один метод, который я использовал когда-то, чтобы создать одну красотку. И эта красотка, это Mitsubishi Lancer из фильма Forsage 3. Точная копия, ну, единственное, что не копия, это то, что вот это вот AR, ну, он похож на оригинал, очень сильно на самом деле, ну, типа, там более, слишком жирные, там какие-то текстурки видны, но это, это не важно, там всякие полигончики. Но, если, если вот отсюда посмотреть, тогда очень-очень сильно прям похоже, прям-прям-прям очень-очень сильно похоже все это, то есть на оригинальный винил. И, что я хотел еще сказать, то, что, ну, единственное, что тут отличается, это наклейки Sparko, Revo, NK и Bosch. Вот, вот все эти наклейки, на самом деле, в оригинале там по-другому, потому что на CCD этих наклейок, в принципе, нету. Типа, тот же самый AR, это очень важная деталь этого дизайна, поэтому я не мог, в принципе, взять и не поставить, поставить какую-нибудь, не знаю, там, Sparko на пол машины, не. Это бы так не сработало, а, а вот, например, тот же самый Revo, тут должен быть не Revo, а, по-моему, не, я забыл, что там должен быть, но вместо Bosch я знаю 100%, что тут должен быть Brembo. Но там у Brembo есть такой вот кружочек в начале, и тоже начинается на B, поэтому я поставил, почему бы нет. Toyo Tyrus, например, нету на CCD, именно Toyo, вот именно вот так вот идеально Toyo нету у нас, поэтому я просто увеличил эту картинку, Toyo Tyrus огроменную, то есть увеличил этот лого, и половину из него я просто взял и поставил другой слой, просто красный квадрат, чтобы не было видно Tyrus слова. Потом я повторил точь-в-точь, точь-в-точь, короче, да, три раза повторил, ну да ладно, повторил точь-в-точь эту процедуру уже с этими наклейками Toyo, и вот тут вот сзади. Вот сзади вообще, если смотреть сзади, то это вообще тупо точная копия, вот идеальная. Диски, конечно, да, очень спорная ситуация, потому что у нас на CCD нету дисков, которые именно в оригинале, но чего уж поделать на самом деле, типа, по-другому нельзя, потому что... Если бы я выбрал другие, вот на самом деле в оригинале тут должны быть белые ободки, вот тут вот эта вот полочка должна быть белая, но я не нашел таких дисков, которые бы красились нормально и выглядели прям как оригинал. А, так я не рассказал про метод, короче, я построил сегодня эту тачку за один час, без какого-либо, не знаю, смотрения на картинки каких-то из интернета, чтобы там... Ну, то есть, сейчас вы узнаете. Я не смотрел на картинки, я не смотрел на всякие вот такие вот... Кстати, забыл передать привет, блин, я забыл уже, кому передавать привет. Блин, пацаны, короче, напишите еще один раз, кому я должен был передать привет. Я знаю точно, что нужно передать привет Драгушу, вроде бы, да, из Молдовы, типа. И еще одному игроку, который мне сегодня написал на CCD, я, блин, точно помню, что у него, по-моему, ник на F начинается, но я не помню точно его ник. Вот реально, вот сорян, блин, братан, напиши еще один раз, короче, я еще один раз заскриню, и тогда точно я передам тебе привет. А так, о чем я хотел сказать, о том, что самое главное и самый главный ключ это старые игры. Если вы хотите найти любой индизайн на какую-нибудь крутую тачку, на какую-нибудь, я не знаю, там, знаменитую тачку, кроме всяких там, хотя, может быть, и там всяких-то булкинов тоже можно найти, я не знаю. Короче, берете, просто пишите в интернете, винилы, Need for Speed Pro Street, просто винилы. И там вы должны найти какие-нибудь пошаговые строения, типа. Вот просто я взял и написал, Mitsubishi Lancer, Fast and Furious 3, Need for Speed Pro Street. Вот просто эти слова я написал, мне сразу вылез видос из Need for Speed Pro Street, из которого я уже знаю всю систему, знаю, уже ознакомлены с этой игрой. И просто я за... Ну, что со мной, мне уже плохо? У меня тут как будто комок в горле. Так, вы просто заходите, смотрите этот видос, и там просто все идеально, пошагово объяснено, как и что делать. Куда ставить эту линию, откуда брать другую, и откуда эту. И вы просто смотрите, например, и ставите из того, что у нас есть на CCD. Вот, например, мы смотрим, вот это вот просто обычный квадрат. Это обычный квадрат, которого я растянул. Что вот это вот? Откуда у меня вот эти вот треугольники? Я просто взял молнию, поставил ее обычную, которая там есть, потом поставил черную сверху, и вот остался вот этот белый ободок, который был в оригинале. Потом сделал вручную, из буквы AR и палочки, сделал вот это вот, AR, это там. Тут вот тоже, вот тут вот слева, короче, вот так вот показывать. Короче, тут вот слева. Вот, сейчас, 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 тупо схемы 3D. Во, 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 до чего дошел YouTube технологии. Так вот эта вот полоска, я ее сделал просто из квадрата. Эту полоску я сделал из квадрата. Тут по центру еще один квадрат большой. И все. И все, и просто из всяких средств. Вот, ты просто берешь и смотришь по этим роликам, и ты понимаешь, как нужно построить что-то. Вот, например, вам нравится Ниссан Сильвия, которая там была в Форсаже третьем в начале, которая Монолиза, все ее знают. Знают, и очень мало знают, как ее построить. Типа, ну вот, например, я вот такой, например, человек, и на самом деле такой я могу построить, для меня это не проблема. Ну, типа, например, человек хочет себе построить Монолизу. И что, что он должен делать, если он не понимает, как это строить? Фига, он заходит в повороты. Походу, это реально тачка из Форсажа третьего. Тоже на заднем приводе, кстати. Тоже дрифтит. Просто... Что творит, чертовка? Ух, ух, ух. Так вот. А, ну вот, например, чувак хочет построить, но у него не может этого сделать. Ну, реально, он не может. У него нету такой возможности. Просто у него мозг, например, больше развит... Боже, что у него с ухом. Больше развит работать с математикой, я не знаю. Больше с этим. Он не творческий человек. Поэтому ему сложно создать какой-нибудь дизайн, какой-нибудь винил. Либо просто его скопировать. Поэтому просто берешь, пишешь какую-нибудь игру, которая старую. Просто находишь там пошаговый гайд. Как я и говорил, Need for Speed Pro Street это просто идеальный вариант. Вы просто зашли, написали конкретную тачку, либо просто пишете, не знаю, Nissan GTR, Skyline GTR, R34, и пишете там, не знаю, Customization, например, пишете. Либо просто Vinyls. И там просто показываются всякие винилы, всякие примеры, и как их построить. И это очень сильно помогает вам построить то, что вы хотели. Вот, например, за этот дизайн, какая-нибудь, не знаю, Шарашкина контора, которая есть, которые развились в последнее время. Прям очень много всяких, не знаю, там. Ну, не то, что Vinyls и CDR, но там есть всякие, ну, короче, вы понимаете, всякие дауны, которые решают, не знаю, там. Просто брать за это деньги, типа, брать прям много денег, понимаете. Вот за этот винил, ну, да, я оттрудился час, вот, справедливости ради, да, я оттрудился час. И час жизни просто так потратить ради какой-то чужой тачки за бесплатно? Нет, пошел ты в жопу, чувак, на самом деле. Ну, не ты, конечно, мой любимый зритель. Зритель, я тебя просто обожаю просто. Мой хороший, вот, просто обнимаю, да. Так, если так посудить, то что, что, что посудить, я не знаю, что, о чем я разговариваю. А, да, то есть, да, нужно это оплачивать, но вместо того, чтобы оплачивать там какой-нибудь миллион за этот дизайн, почему ты не можешь просто зайти и сам это сделать за бесплатно и сэкономить этот миллион? Потому что за этот миллион, миллион, ты можешь, не знаю, купить второй Mitsubishi. Ну, а если тебе все равно, то, блин, купи себе, ладно, окей, типа, если тебе насрать на деньги и не хочешь тратить время, ладно. Это гайд для тех, которые, чуваков, которые хотят стараться, которые, у них есть интерес к этой игре, которые хотят что-то получить, что-то сделать своими руками. Потому что, ну, блин, ну, вот если так справедливости ради взять, вот если я продам сейчас свой Rolls за тридцатку, еще продам, у меня там есть еще этот Dodge Charger, ну, типа, у меня 65 лямов, да, 65 миллионов, хороший бюджет. Я могу купить хоть эту тачку, типа, дать кому-то ее построить. Могу купить вообще любую тачку, в принципе, которая мне нравится, там, по дизайну. Например, тот же самый BVM 5V90 Bullken, я продаду там за лямов 10. Типа, я не могу ее построить, что ли? Типа, ой, то есть я не могу ее купить, что ли? Я не могу ее себе позволить. Я, конечно, не такой супер миллиардер, но купить тачку за 10 лямов, ну, это вообще самое единственное, что может быть. Тем более в 90. И зачем мне это делать? Вот зачем? Зачем, если я могу это просто взять и построить? Ну, хотя тут, конечно, с M590 Bullken другая история, потому что нет никаких гайдов на эту тему, но... Да. Кстати, если вы хотите, то могу вам показать сейчас некоторые фишки, которые вам очень сильно помогут. Давайте лучше разворачиваться. Некоторые фишки, которые вам помогут в строении тачки. Строение винила для тачки в стикерной, потому что там есть некоторые детали, о которых админы умалчивают, к сожалению. Я вам сейчас расскажу что-то как и как этим пользоваться перед тем, как вы хотите, как вы осуществите... Осуществите свою мечту. Вот, кстати, у нас... О, всё. Это авария. Это залёт, братан. Всё. Полетела твоя M4. Да, он хотел погоняться со мной, но я не могу, к сожалению. Давайте лучше сохранюсь. Поставлю F2. Нажму. Вот мы не попали в... Нет. Давайте лучше поменяю тачку в другую. Я что-то там сейчас удалил. Давайте лучше возьму там какую-нибудь тачку, которую мне просто, не знаю, не жалко её испортить. Хотя вообще-то мне все жалко, если так посудить. М4. Кстати, с М4 нужно поколдовать, кстати. Сделать какой-нибудь винил эмошный. Да. Короче, возьмём, например, М4. Просто самая обычная тачка. Давайте я вам покажу, как строить на них винил. Как правильно, типа, вставить всякие вещички, потому что админа нифига нам не объяснили. Потому что вот мы смотрим там, вот, как увеличить, например, наклейку так, как мы хотим. Например, вот тут написано. Alt. Замедление перемещения масштабирования вращения. Ctrl. Масштабирование сторон поддельности. Масштабирование... В смысле, вот, например, человек заходит, нажимает на Е. И всё пошло по... Не буду говорить, что, по почему. Потому что у нас культурный канал. У нас никто тут не матерится. Кроме меня. Да, ой. Шучу. Вот, например, вот у нас есть вот такой вот квадрат. Как его сделать линию? Как из него сделать линию какую-нибудь? Вот, например, давайте возьмём... Да ты бесишь меня! Q. Вот, например, заходим в флаги и хочу сделать какую-нибудь полоску. Вот такую вот полоску на тачке. Я сделаю, кстати, вот так вот, например, ну, потом. Я хочу это сделать. Как не это сделать? Потому что вот админа там пишут. Нажмите A, D, чтобы увеличить. Вот я нажимаю W. Увеличивается. Я нажимаю D. Увеличивается точно так же, как и на W. Как это сделать? Вот просто берёте, чтобы сделать её как полоска. Чтобы она менялась, короче, в принципе. Так, слушайте, сейчас нормально, внимательно. Потому что я пытаюсь объяснить. Я через жопу объясняю, но это не важно. Мы же берём, нажимаем на Ctrl и нажимаем на W. Это у нас по вертикали получается, да. Увеличивается. Ну, в данном случае, конечно, по горизонтали, потому что у нас перевёрнут флаг. Ну, типа, должно быть... Ну, короче, вы поняли, да. Ну, вы сами разберётесь. Там просто нажимаете на Ctrl, нажимаете на W, S, D. Вот, например, нажимая на D, он увеличивается по длине. Это, типа, где тут объяснено, что именно нужно держать всё это? Почему нигде не написано это? Вот это от меня бесит. Я должен был догадаться, спросить у каких-то чуваков на сервере, почему это так. Я не понимаю. Но лучше узнаете от меня, чем узнать, не знаю, никогда в жизни, в принципе. Вот, например, ты сделал вот такую вот полоску. Тебе нужно к твоему винилу дальше сделать эту полоску. Как мы берём, делаем. Вместо того, чтобы заново копировать, заново делать всё что-то, нажимаем просто букву C. Потом нажимаем вот тут вот, и винил наш копируется, и мы просто его переворачиваем. Это, конечно, самое базовое, самое тупое, что я могу научить. Но просто есть люди, которые даже это не знают, к сожалению. Вот мы сделали эту полоску тут. Нажимаем опять же лучше на первую, потому что она длиннее, лучше. Нажимаем опять же на C, и уже тут у нас полоска. Вот она ровненькая, по-моему, встала. Вот тут вот ровненькая, ещё опять тут. Плюс-минус на глаз. И вот тут вот, на глаз. И всё. А нет, нифига не всё. Так вот. Так вот сейчас, сейчас я сделаю эту полоску долбанную, чтобы она была правильной. Она нифига не правильная. И чуть-чуть увеличу её, вот. Вот так, чтобы была чуть более жирная. Окей. А тут уже уменьшу, потому что тут уже всё наоборот идёт. К сожалению, сейчас у нас будет совпадать более-менее. Ну, типа, тут идёт так. Окей. Это какой? Это не знаю. Ладно. Короче, это не важно к нашей серийке. Это не из-за этого. Почему-то у нас багается, потому что это М4, и она купешка, поэтому... То есть кабриолет, может быть, из-за этого, да. Потому что крыша, неважно. И если мне нравится, например, вот тут вот какая-то полоска. Мы хотим её повернуть чуть-чуть. Как это сделать, в принципе? Ты берёшь, делаешь вот колёсико мышки, вот так вот делаешь. Это что-то слишком сильно тебе кажется. Тебе кажется. Вот, например, ты хочешь вот тут вот, вот так вот, чтобы было. Именно по линии. Вот ты пробуешь. Вот не идёт. Вот это неправильно. Ты видишь, что вот справа, там это не по линии. Ты делаешь ещё один расклик. То есть скролл. Опять не по линии. Как это делать? Мы просто берём, зажимаем на Alt и точно так же, как до этого делали через... Ну не кружочек, кружочек, как это назвать? Через колесо мышки, короче. Просто точно так же делаем. И это очень сильно помогает, потому что сейчас уже двигается прям-прям намного... Градус намного меньше, короче, когда ты двигаешь через Alt и через колёсико мышки. Есть очень многие методы тут использовать намного быстрее, какие-то методы... То есть как это объяснить? Короче, если вам нужны какие-то, не знаю, логотип Луи Виттон на всю тачку, вы не хотите там копировать, постоянно ставить цвет. Вот, например, вот сейчас вам покажу фишку. Это, понимаете, это гайд, как строить их, в принципе, как... Как пользоваться этими долбанными винилами? Например, вот у нас есть Луи Виттон, да? У нас есть Луи Виттон, он белый, но нам нужен он чёрный, к примеру. Мы ставим чёрный цвет, мы берём и, например, копируем вот тут, вот копируем, копируем, копируем и так далее. И нам нужно, например, что-то исправить. И мы должны вот тут вот взять в фигурах, например, и вот это вот, например, сделать толще, я не знаю, просто вот чем-то заниматься. Вот, например, чтобы вот эта вот часть, она исчезла, вот это вот, окей? Мы просто берём, нажали, и чтобы не подбирать сейчас цвет машины 50 раз, мы просто нажимаем на букву Г и на тачку. Нет, это не так работает, на машину это не работает, я забыл. Упс. Короче, например, вот тут вот мы хотим поставить вот этот жёлтый, например, он нам понравился, очень сильно этот жёлтый. Нажимаем на Г и вот тут вот всё. И цвет точно такой же, он просто скопировался. Это намного быстрее, чем подбирать какой-нибудь цвет, не знаю, там сделать что-то из этого. Например, мне нравится вот этот вот красный, вот он красивый, например. Я нажимаю на букву Г, на клик, на, именно тут он красный. Вот примерно так и работает вся эта система. Пользуйтесь на здоровье, так сказать, этими лайфхаками, там, из Need for Speed Pro Street. Форза Horizon 1, 2, 3, 4. Вы можете вообще, в принципе, из любой игры, где есть эта система. Я вам сейчас подсказал некоторые игры. Вы можете сами какие-нибудь найти. Но лучше всего это Форза, Need for Speed Pro Street и всё. Вам больше в это не надо. Можете там найти новый Need for Speed, там тоже есть эта система, но лучше не экспериментируйте. Лучшие проверенные способы. Если, конечно, что там каких-нибудь деталей не хватает, какой-нибудь формы, то можете просто, не знаю, симпровизировать и сделать что-то другое. Например, добавить какую-нибудь полосочку, там добавить одну полоску, вторую, чтобы получилось все это. Потому что, вот, например, лого AR этой компании у нас нету на CCD. Я взял и сделал сам вручную. Нормально, что бы и нет. Это минут 5 максимум от силы за него. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Сейчас я являюсь, как, так сказать, одним из модераторов. Как сказать? Мой модератор. Модер. Короче, у меня есть модерка в группе Венела на CCD. Поэтому закидывайте там свои работы. Мы будем их проверять, постить. Поэтому очень хочется заценить, если вы будете кидать, короче, в эту группу своей Венела интересной, то напишите хотя бы, например, не знаю, там сообщение от Таски, там, не знаю, подписчик Таски или для Таски. Знаете, что-то из этого, какая-нибудь отсылочка, чтобы я понял, какие у меня подписчики и какие они молодцы, что они могут строить шедевры. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Надеюсь, что вам помогло все, весь этот метод. Я не зря старался, и то, что мне болит сейчас рот, уже столько разговаривать на русском, блин. И, кстати, я заметил то, что сейчас намного лучше разговаривал, чем обычно, но... Я не знаю, сами оценивайте, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы это... Как и другие блогеры. Пацаны! Вам нужно сделать, чтобы эта красная табличка стала серой. Попробуйте, да? Ладно. Все, пока, пацаны. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok